Всем доброе утро! Продолжаю свой дневник похудения. Вчера я не худела. Вчера был четвёртый день от начала моего похудения. Вчера я не худела на работе, потому что на работе никакой дурак не худеет, мне так кажется. Хотя, если кто-то худеет, то вы, конечно же, не дурак. Но я не худею на работе, потому что там стрессы, там считать надо, мозги не буду творить. Зачем же мне это надо? Я не худею. У меня был завтрак, котлетка с картошкой, обед, рыбный суп. Ну, а уже дома вечером я попила только кефира. И усё. Так, вчера утром у меня было 57 800 где-то. После двух дней похудения 57 800. Сегодня у меня стало 58. Ну, может быть, 57 900. Ну, в общем, вес остался как бы тот же. И я сегодня, пятый день, решила продолжать худеть. Ну, я не знаю, насколько это мне удастся. Ну, как худеть? Это называется не диета. Это уже пошла просто... Я поменяла стандарт питания. Ограничила завтрак, ограничила ужин. И хороший у меня только обед. Вот так. Сегодня я пеку блины. Сегодня второй день масленицы, вторник. Поэтому я сегодня пеку блины. Если кому-то просто неинтересны мои похудательные отчёты, то вы и не смотрите, конечно же. А отчёты эти я делаю в большей степени для себя. А если кому-то они интересны, то, конечно же, конечно же, я с дорогой душой ими с вами делюсь. Хочу ещё сказать о своих ощущениях. Вы знаете, мне они нравятся. Вот я избавилась от одного несчастного килограмма, а мне уже радостно. Я надеюсь, я удержу хотя бы 58 килограммов. А там, может быть, и 57 будет. Посмотрим, поживём, увидим. Ну, с этой масленицей вот не знаю. Не знаю, как с масленицей быть. Ну, я так и буду делать. Завтрак, обед. То есть завтрак, ужин ограничивать, а обед будет полноценный, более-менее. Варю себе на завтрак яйцо. Почему яйцо, а не кефир? А кисломолочку не привезли в наш магазин. Пусто. Пусто. Выросла капуста. Так что я сегодня буду есть на завтрак яйцо всмятку. Ну, я тоже этому довольна и счастлива, потому что мне вчера вечером так хотелось яйцо всмятку. Но я сдержала свои порывы. Вот. И я его не ела вчера. А сегодня, видно, от судьбы не уйдёшь. Раз хотелось вчера, сегодня получи, Наташа, нету молочки. Нету. Так что буду есть яйцо всмятку на завтрак. Яйца, слава Богу, мои не треснули. Так что всё чудесно и замечательно. Яйцо, конечно, я прозевала. Не знаю, что-то оно так быстро сварилось. Вроде бы и время засекла. А оно всё равно получилось вот такое. Я хотела всмятку. Ну, не всё же, как у масленица. В общем, яйцо такое у меня получилось. Но красивое, красивое. И мой любимый цикорий. Конечно же, мой любимый цикорий. Это самый мой любимый напиток. Во время похудения я его единственный могу пить без сахара. Почему-то. Не знаю, как-то получается. В общем, мой завтрак. Одно яйцо и чашка цикория. Думаю, доживу до обеда. Пришло время обеда. И сейчас вы просто офигеете от моего похудения. Дело в том, что муж купил сальцо. Бекон. А я очень люблю яичницу. Пожаренную на сале с луком. И вот я смотрю и понимаю, что организму требуется. В общем, я сейчас себе зажарю одно яйцо с беконом на сале с луком и съем его, как положено. Это будет мой обед. И с солёным огурцом. Ну, это те огурцы, в которых селен водится. Я там в прошлых, в каком-то из видео рассказывала, что именно в солёных, не в свежих, в солёных огурцах водится селен. Элемент такой, микроэлемент очень полезный. Если хотите, там поищите где-то. Я там раньше рассказывала про этот селен, для чего он нужен организму человеческому и мальчикам, и девочкам. Вот. В общем, жарю я себе яйцо. Сейчас забабахаю себе. Похуденческий обед. Посмотрим, что будет со мной завтра. О, видали, как я худею? Всем бы так худеть. Никто бы так не отказался худеть, да? Это всё потому, что я сегодня не нашла фефир. А вот если бы был фефир, у меня бы всё получилось. А фефира нету, и вот, пожалуйста. У меня хочется яичники на сале. Что это за? Что это за наподобство? Ладно. Ну как можно отказаться от такой яичницы? Никак. Не откажусь. Ни за что. Даже ради похудения. Всё, готово. Картина масла. Видали, какое похудение? Яичница в глазуне с беконом, солёный огурец и кусочек хлеба. Ну, ни много, ни мало. Интересно, сколько здесь калорий. Наверное, дофига. Ну, вот такой обед. Такой обед у меня сегодня. О, какая яичница. И ещё у меня на обед блинчик и цикорий. Без сахара, без варенья, без ничего. Голый цикорий с блинчиком. Конечно же, я буду соблюдать масленицу. Я съела блинчик без сметанки. Ой, хоть это как чапарик без тачанки, но я съела блинчик без сметанки. Ничего. И так пошёл. Блинчики, ой, товарищи, какие я блинчики напекла. Ой, рецепт оставлю, когда я его сделаю, этот рецепт оставлю под видео. Сейчас-то нет, конечно, а потом оставлю под видео. Отменный, отменный рецепт пропорции. Просто во, во пропорции. Не пожалеете. Время ужина пришло. Так, что у меня на ужин? Один блинчик с творогом. Один блинчик без ничего. И опять снова цикорий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok